Печорские танцоры вернулись с международного фестиваля хип-хоп-культуры. Участники городской команды Коза Ностра поделились впечатлениями. Мы находимся в Ялте, Summer Jam 2012. Печора, здорово! Этот фестиваль не первое масштабное мероприятие, на котором побывали наши ребята. В прошлом году они выезжали на такое же крупное событие в Чебоксары. Но если кофемолка 2011 стала последним фестивалем серии, то Ялтинский Summer Jam с каждым годом растет и ширится. И у его организаторов и участников есть чему поучиться. Возила я ребят четверых, но это были собраны не то, чтобы вот так спонтанно ребята, а естественно составлялся список ребят. В первую очередь, конечно, мне хотелось ввести ребят тех, которые могли что-то показать там и набраться опыта и привезти сюда. Чтобы уже рассказать новичкам, молодым нашим бибоям, которые только начинают заниматься, что-нибудь передать им, рассказать им, показать им. Вот с этой целью были выбраны ребята. Фестиваль длился три дня. И за эти 72 часа успело произойти многое. И танцевальные поединки, и пляжные вечеринки, и множество живых обучающих семинаров, и шоу диджеев. В общем, в памяти отложилось немало интересного. В первый день фестиваля круги просто были спонтанные, то есть где могли там и танцевали, где хотели там и танцевали, делали круги. Во второй день уже были круги, то есть разделили на младших, то есть батл и кидз. Обычный круг, то есть куда мог любой пройти просто и потанцевать. И бигерл круг, то есть там танцевали непосредственно девушки. Вот. И так вот судьи в кругах вот в этих выбирали лучших танцоров. И потом восьмерка лучших танцоров, которые в кругах определялись, уже бились непосредственно один на один дальше вечером. Были семинары, были как мастер-классы. Не только я ни на один мастер-класс не попал, так как я все время танцевал. В общем, так можно сказать. Тема фестиваля в этом году «Все в круг». Организаторы еще на старте события объяснили философию этого понятия в хив-хоп-сообществе и довольно детально аргументировали свой выбор. Так что для танцоров неорганизованный на вид стиль мероприятия оказался идеальным. Было все в кругах. То есть круги – это такое сборище, то есть не сборище, как проходят танцоры, встают в круг, и чтобы энергетика не уходила с него, они встают в круг и не выпускают ее. И то есть всех поддерживают абсолютно. То есть ты можешь выйти, и в кругу может все, что угодно, получиться. Круг – это, ну, для меня это самое, наверное, лучшее место на Земле. Печорцы активно перемещались по всем площадкам, везде совали свой нос и объективы видеокамер. Не стеснялись и сами выбираться в центр круга. Но на уровне танцевальных гигантов международного масштаба выступить, конечно, не смогли. В грязь лицом не ударили, но и на первые призы рассчитывать было бы наивно. Но главную свою задачу на фестивале печорская делегация выполнила. Набралась опыта. Всегда узнаешь что-то новое, всегда узнаешь что-то интереснее. Допустим, вот в этом году у нас будет сейчас скоро чемпионат «Горький стайл». Я привезла с Ялты такую новинку, как участвовать наши будут участники не по жеребевке, а уже будут оппонента своего выбирать сами. Вот это новое. Затем мне понравилась, тоже идея пришла там же, что зарабатывать будут бонусы. Не вот так отсеиваться, а именно бонусы. Я так считаю, что в этом году у нас «Горький стайл» будет очень интересным. Поэтому советую всем, конечно, любителям гид-попа прийти обязательно. Печорский фестиваль хип-хоп-культуры пройдет 12 августа на открытом воздухе в парке Дубинина. Ожидается довольно обширная программа с участием мастеров граффити, паркура и, конечно же, грейк-данса. Приедет немало участников из других городов Коми. Кофемолка, Саммерджем – такую серию выездов надо бы продолжить чем-то столь же монументальным. Но ребята пока своими планами делиться не торопятся. Ну, хотелось бы, конечно, попасть, очень хотелось бы попасть в Москву. Скорее всего, мы, ну пусть там какое-то время пройдет, да, мы как бы наберемся еще больше опыта, ребята наберутся. Все-таки мы воплотим мечту нашу в жизнь. Скорее всего, мы соберемся в Москву, съездим. Там тоже очень интересные фестивали проходят, всегда интересные мастер-классы проходят, полезные для ребят. Вот, но, конечно, всегда вот после таких поездок жалеешь о том, что не можешь вывезти ребят побольше. Ребята и их руководитель благодарят администрацию муниципального района Печора за грантовую поддержку их творчества. Во многом благодаря ей и становится возможным участие в столь масштабных и интересных мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова